РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВЕТЛЫЙ ВЕЧЕР НА РАДИО ВЕРА ВАЛЕНТИН ЛЕБЕДЕВ А позднее стал ответственным секретарем газеты «Московский церковный вестник». Один из учредителей «Братства Радонеж» входил в Полицовет Российского христианского демократического движения. С 2000 года – председатель Союза православных граждан. В 1991-м Валентин Лебедев основал журнал «Православная беседа», бессменным главным редактором которого остается по сей день. Женат, трое детей. Вы возглавляете старейший на сегодняшний момент в нашей стране такой церковно-общественный журнал, который появился... Ну, я не знаю, наверное, был только журнал «Московской патриархии» в тот момент, когда вы начали выпускать «Православную беседу». Вот был церковный вестник, он уже появился в том времени. Ну, это газета. Да, газета. Я тоже в ней работал, между прочим. Вот, да. Да, да. И вот вдруг появляется ваше издание, которое вот уже в январе, вы отметите, 25 лет, как вы публикуетесь. И это, ну, на самом деле, не всякая СМИ может похвастаться таким долголетием. Хотелось бы узнать рецепты, секреты и так далее. Вот это то, о чему бы хотелось посвящить сегодняшний разговор. В том, что это не церковно-общественный, как вы сказали, всё-таки. Вот, вы же, вот перед вами он лежит, а духовно-просветительский журнал, в котором, конечно же, есть и материалы, которые проливают евангельский свет, как призывает наш святейший патриарх во время разных слётов собраний журналистов церковных, на явления культурной, общественной, политической жизни. Но это не самые большие главные рубрики. Всё-таки по-прежнему с 91-го года главным остаётся это вероучение. Для взрослых было и даже для детей. Было детское приложение, теперь его уже нет. Вот. Это воспитание, то есть семья, любовь. Вот. Ну и церковная жизнь, конечно. Хотя без вот таких, я бы сказал, газетно-интернетных, но от острейших вопросов. Вот мы от этого, вот как светлый вечер, уходят от чего-то. Мы тоже уходим в журнал. Мы не то, что уходим, у нас просто, да. То есть это не политический журнал. Мы же не можем назвать ваш журнал новостным. Я так понимаю, что он выходит раз в два месяца. Он выходит раз в два месяца, в этом залог нашего долголетия отчасти. Это как бы с финансами святого? Ну, конечно, потому что многие, это такая тема-то, как бы не очень интересная и печальная, в то же время это касается всех окружающих. И это тоже важно. Потому что ведь средства массовой информации, не то, что православные, это само собой, а и даже гламурные, они не приносят дохода. Очень мало различных изданий, в основном-то газеты, конечно, которые не только окупаются, но и... Приносят какой-то денег. А вот о гламурных журналах говорят, это декларация, что они приносят доход. Не приносят. Гламурные или глянцевые? Гламурные, глянцевые. Ну, вот эти вот журналы... Православная беседа тоже глянцевый журнал? Глянцевый журнал. Ну, глянцевый по роду. Дело в том, что мне пришлось, это такой секрет, очень давно для того, чтобы поддержать православную беседу, делать один из глянцевых журналов, как бы его модули. И тогда я узнал весь этот мир, вот, и понял, что это никакого дохода, кроме рекламного, конечно, какого-то, может быть, и общественно-политического, когда речь идет, предположим, о завывании какой-то территории, может быть, торгового, ну, разного там. У всех разные свои цели. Не приносит. Приносит газеты, определенные, по моему мнению. Вот мы и возвращаемся к тому, что вот эта двухмесячность дала нам возможность быть, но все равно регулярно, быть, вот, 25-й год сейчас пошел, потому что это был январь 91-го года, еще на дворе это стояла советская при всем, при том, власть. Я сказал, что в Новой России, но она еще была не совсем наружу. Давайте вернемся в 80-е годы, начнем все-таки наш с вами разговор, ну, действительно, по-настоящему начнем с первого чуть раньше, да, потому что вы-то пришли в эту среду, я так понимаю, вообще в 70-е годы, да, вы начали в православной журналистике работать, журнал Московской Патриархии и так далее. Ну, дело все в том, что православный журналист, сейчас поправлю, да, вы правы отчасти, вот. Дело все в том, что православная журналистика была только одна в Советском Союзе, это действительно журнал Московской Патриархии и все. Но в нем, в штате журнала, я вообще, ну, и далее в синодальных различных учреждениях в отделе религиозного образования, там тоже связано было с изданием, трудился ты с 80, с января 87-го года. А, чуть позже. Трудовая книжка, конечно. А вот до этого, 79-го, занимался подпольной деятельностью, то есть сам издатом христианским. Но это не журналистика, понимаете? Ну да, согласны, это немножко другое. Это в основном распространение. Это с дрожью в руках ксерокс. Вот, ну, ксероксы были тоже закрыты, не все знают, слушатели наши молодые, что при советской власти ксерокс стоял в секретной комнате, в учреждении. А где вы работали тогда официально? Ну, я работал вообще-то на телевидении, вот. У вас был доступ к ксерокс? Нет, 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 ну что вы, на телевидении все очень серьезно, это режимное учреждение, телерадиокомитет, и там как раз это все в виде первого отдела был такой, вот, при советской власти опять, это присутствие КГБ в разных учреждениях важных. Нет, это печатали люди в менее таких серьезных организациях. Вообще всю сам издательскую литературу, диссидентскую. Но с конца 70-х годов стала появляться христианская. Ну, скажем, вот напечатали «Моя жизнь в Христе» Иоанна Кронштадтского, мой святого праведного, он так не назывался еще, был страшной антисоветской фигурой, между прочим. Сейчас как-то почему-то это ушло из истории. Тогда Иоанн Кронштадтский упоминался, про отца Иоанна Восторгова как-то не знали, почему-то никто. А Иоанн Кронштадтский был самым главным антисоветским, ну, попом, так скажем, тогда для этих людей. Поэтому вообще сама по себе книга с надписью, Иоанн Кронштадтский, но она была даже не церковная. Это что-то такое на уровне, ну, не знаю, там, ну, журнал «Континент», вот так вот, какого-то уже, да, диссидентского, может быть, не самого крутого, там, не посева, ну, вот. И появлялись одна за другой какие-то книги. А вот потом появились и журналы. Зоя Крахмальникова, она непокойная. У нее потом печальная достаточно духовная судьба была, она ушла в секту, ну, что ж сделаешь, издавала журнал «Альманах», конечно, «Надежду», вот. Тогда самые регулярные издания. Потом чуть позже появились еще пара, слово такое, вот. Я участвовал в заседаниях, ряд коллегий, помню. Но все это было такое, конечно. А вот расскажите... Малочиражное. Потом выбор в РХДД уже, партия первая в 87-м году, образовавшаяся российско-христианско-демократическое движение. Но никаких еще свободных средств массовой информации, массовых и официальных, так скажем, до выхода газеты «Церковный вестник», она же и «Московский церковный вестник», это вариации. А журнал «Московская патриархия» не считался средством массовой информации? Он считался, но он не продавался нигде. А как его получали? Вот как «Америка» журнал «Предсоветской власти» был. Был. Да. Интересно, как... Научные сотрудники могли его почитать. Да, а купить его было нельзя. Вот какие-то особые подписчики, я не знаю, кто. Ну, потому что в подписном каталоге... Его не было. Его не было. Но он был. Ну, незапрещенный журнал. Ну, где достать? Как Суслик в известном фильме. Вот, понимаете, да, да. Простите за сравнение. Очень интересная была система такая. Да, да, вот есть, а нету. Вот. Поэтому журнал «Московской патриархии» продавался в приходах. В основном священникам. Очень маленький. Не тираж сам был маленький. А маленькое количество поступало на приход. Потому что я и на приходе работал тоже. Ну, неофициально, нелегально. Работая на телевидении, в журнале, при радиокомитете. Но заодно вечерами, ночами работал сторожем. В храме. Вот. Это было модно. В храме. Многие работали сторожами. А как вообще начиналось ваше сторожем, двойниками? Нынешние пролетереи. Сторож была самая модная, надо сказать, тогда. А как началась? Устроиться было нельзя. Как начиналась ваша церковная жизнь? Это церковная жизнь. С чего, да. Вот она началась с того, что, ну, сторож это было следствие. А она началась, она началась. Ну, как начинается выцерковление? Это же акт, который приходит свыше, начинает являться людям Христос. Сейчас мы начнем, сейчас начнем говорить языком проповеди. Наверное, вот думаю, как? Ну, вот так вот. Задумался, прочитал. Ну, прочитал, да. А что вы прочитали? Вот, да. Что прочитал? Но дело в том, что я был знаком с людьми, которые занимались распространением. Вот с чего мы начали. Той или иной литературы. Ну, вот я и прочитал. Один журнал, другой. Вестник РХД, который издавал Никита Струвы в Париже. Это церковно-общественный такой журнал «Альманах». Российское христианское движение РХД, да? Да, да, да. Он был студенческий. Без студенческого, там имеется целая подборка, между прочим. Вот. Вот его почитал. Поговорил. Отвели в храм. Побеседовал с священником. Раз, два, три. И вот оно началось в конце 70-х годов. Хотелось-то всегда. Но ведь неизвестно, как это было сделать. А вот появились знакомые. Как оно и сейчас должно быть. А в какой? Знаете, знакомые у кого-то на лестнице, церковный человек. Я сейчас говорю про Москву. Глядишь, два-три человека и обращаются. Или на работе. Вот так же. Только, конечно... Это бывает наоборот, к сожалению. Ну, как. Это бывает. Это как вести работу. Так назовем это. Поскольку уже много лет вроде работаем на небе духовного просвещения, то я это называю, может быть, скучно для наших слушателей в этот светлый вечер работой. Но ее надо вести. Нас никто от нее не освобождал. Вот недавно у нас... Ну, да, сейчас вот начало лета был праздник Вознесения. Троица. Да, правильно. Ведь это праздник какой? Это праздник обетования. Господь говорит, я не оставлю вас, но идите и проповедуйте. Вот научите. И дает апостолам целые ресурсы для того, чтобы они могли это сделать. Поэтому это надо делать. Ну, вот мы со мной поработали в этом смысле. И как-то откликнулся. Я потом уже и сторожем с трудом большим устроился. Сейчас проще устроиться в иностранную какую-нибудь, ну, не знаю, еще, которая работает в мире бизнеса, предположим, какую-нибудь иностранную фирму на высокооплачиваемую работу, чем тогда, вот скажем... Сторожем в храме. Конечно. Мне это тем очень интересно, Валентин Владимирович. Я прошу прощения про сторожа. Да, да, да. Вы могли бы про это рассказать? Это же целая, ну, как сказать, это вот характеристика эпохи. Да, такой человек из кочегарки. Человек, который либо дворник, либо сторож, либо вот кто-то еще, да, который с диссидентским сознанием... Я вот чуть-чуть перепью. Я понимаю, о чем вы говорите. Я не совсем был... Вот, да, сознание-то у меня было, но я не совсем был из кочегарки, потому что я работал, ну, несколько рискую. Ну, чем рискую там? Работой основной. Я работал параллельно. Были люди, которые вообще работали, как в кочегарке. Кстати, были и в кочегарках. Сидели масса народу, действительно, я их знал. Виктор Цой, например, да? Вот они-то печатали и распространяли разные книги, более всего. Ну, и потому что им терять было еще нечего. Если их преследовали как-то, КГБ, ну, что взять? Ну, тунеядец, не тунеядец, работает, Петнебродский. Вот это... Комсомолец, да не комсомолец уже, и не был. Что с него? Ну, в общем, советской пропагандой как таковой, 70-я статья, это особенная, строгая, 191-я, слухи, порочащие советскую власть, это так. Вот, ну, вот он ей как бы и занимает. Попугают, попугают. Такие люди стремились и в сторожа в храм. Ну, православные. Мыслущие, активные, а также богема такая же. Вот, между прочим, можно было не обязательно работать в кочегарке, можно было быть поэтом, потом поэтом, высланным за пределы нашей советской отчизны, при этом работать в храме сторожем. Ну, вот от этих людей произросли самые разные. Ну, в том числе и известные наши нынешние священники, настоятели храмов, по-моему, даже некоторые отцы, члены, редколлеги журнала «Православные беседы». А вы в каком храме были сторожем? Я был в храме мученика Трифона, ну, знамя у него официально. На Прогном? Норижской. Норижской. Норижской, Норижской. Большой храм, он действовал всегда тогда, и вот мы там, там было дело поставлено со сторожами по-настоящему, ну, а это что, мы сейчас начали с «Православной беседы», то есть мы были предверниками настоящими, вот, то есть стояли, советовали, не просто охраняли, а пять часов нужно было проводить, стоя, четко у дверей, и беседы с людьми, насколько это можно было. Слушайте, так это же ответственнейшая должность, вот так стоять, разговаривать с людьми. Она очень небольшая, но ответственная. Следующий уже сторож, а потом алтарник, чтец, дальше уже глядишь, и батюшка, вот многие, я говорю, стали, теперь уже забыли, кем были. Потому что обычно говорят, кем ты был? Ну, я был там алтарником. Да нет, чаще начинали с чего? Кто же тебя в алтарь-то пустит? Что ты там будешь делать? Ну, если ты не сын священника, предположим. Просто не знаешь, что. Сначала постой. То есть это было серьезно. Сейчас сторож не найдешь нигде. Вот я думаю, со скорби-то мы начали с того, что как работать с соседом. С помощью ли журнала «Православная беседа», на которую, кстати, его можно подписать, с не знаешь, что делать? Вот берешь, это такая форма есть. У нас ее не используют. Ну, в первую очередь, конечно, у наших недругов, то есть у сектантов. Человек и подписывают, и все. Это же можно. Приходишь вот так вот и подписываешь на что-то свое, на сектантское. Ну, если подписка есть. Ну, это все-таки человек, это должен быть его выбор. Хочет он подписываться на это издание или нет? Хочет он его читать или не хочет? Не-не-не-не-не. Дело в том, что не хочет, передаст другому. Но это же не какая-то листовка. Все-таки, конечно, когда выбор уже, ну, очевиден. Друзья, напомню, что в гостях сегодня у Радио Вера в программе «Светлый вечер» Валентин Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа». Валентин Владимирович, Вы когда сказали о том, что работали сторожем, и очень многие люди, которые сейчас являются такими известными церковными деятелями, и, в общем-то, даже людьми искусства некоторые из них стали довольно такими известными именами. Я так понимаю, что работа сторожем или дворником или там в кочегарке была возможностью залечь на дно и сохранить таким образом свою внутреннюю свободу, не быть на виду для власти, для того, чтобы при этом заниматься своим делом, там, проповедью, да? Вот, например, если я правильно поняла, Вы стояли в храме и встречали приходящих туда людей, если они обращались с какими-то вопросами, то... Но это даже полагалось. Это менялось, между прочим. Вот сейчас этого нет. Давайте вернемся к журналистской работе. Мне очень интересно, в 80-е годы, вот, когда у нас был журнал «Московской патриархии» только, да, и больше ничего. Как освещались церковные мероприятия? А никак, нет, 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 ну что вы. Какие? Дело в том, что... Ну, кинохроник, у нас же есть кинохроник. Нет, 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 ничего не освещалось. Крест при съемках, о чем мало кто знает. Но это Лапинская идея была, чтобы снималось все по крестам. Да, без креста, да, 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 это, да, ну, Лапин, напомню, комитет по телевидению радиовещания, ну, предпоследний, там, в перестройку, как и везде, ставили все появляться новое. Но он был долго классический такой, да, вот я при нем и работал. Был браком. Вот был отдел, который браковал пленку, снимали на новости на пленку. Потом ее переводили в видео, я нашла, скажем, в новости программу «Время». Техники такой не было же тогда, хотя была передовая. Так вот, крест был то же самое, что, ну, скажем, блики какие-то. Это просто брак. Это даже не цензура. Это на уровне просто брака. Так что какие новости? Технического брака. Нет, 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 я сразу по-другому спрашиваю. Я понимаю, что в программу «Время»... Дети, запрещено было детей... Естественно, естественно. Нет, снимают в журнале «Московская педагогия», когда мы уже работали. На фотографии не должно было быть ребенка или такого, ну, юноша, молодого человека. Одни взрослые, лучше пожилые люди. Ну, 80-е годы, конечно... Вы имеете в виду в храме? Да, везде. Да, везде. Вот журнал «Московская педагогия» мы так немножечко скачем, потому что что говорить про светскую хронику? Церковная жизнь не отражалась вообще. Даже тысячелетие крещений Руси... Вот, я как раз к этому подхожу. А, была абсолютная советская власть. Некоторые думают, что вот высокая перестройка, уже так ее назовем, как возрождение, ну, 88-й год, вот-вот уже сейчас... Высокая перестройка. Вот сейчас берлинская... Да, 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 ну, начальная перестройка, высокая перестройка началась. Ну, и кончится, известно чем, тем, что Солженицын назвал преображенской революцией, после перенесения мощей Серафима Саровского. Помню, как вся Москва верующая шла, конечно, сколько народу было. Вот это было... О, это было лето, да. Ну, и конец июля, начало августа, необыкновенно. Это была первая такая демонстрация, в смысле демонстрации, вот буквального значения, того, что в нашей стране есть верующие люди, люди, которые хотят поверить, люди, которые против того, что происходит, ну, на этой ниве. Это были тысячи и тысячи великие, конечно. И через несколько времени все развеялось, якуды. Это ГЧП случилось, и все рухнуло. Но, возвращаясь к тому, о чем вы спрашиваете, ничего не освещалось. Да, я понимаю, что ничего не освещалось. Нет, я участвовал в ЖМП, как корреспондент. Вот, вот я в этом. В освещении, в освещении, я уже работал в штате, никаких уже не было сторожей, никаких не было работы в телерадиокомитете. Вот, ну, кстати, с одраганием осуществлялся переход для человека, который работал на советской работе. А вы, я прошу прощения, совмещали работу на телевидении с работой сторожем при храме? Да, но секретно. Секретно. Да, конечно, если на телевидении вы узнали, это режимная организация. Там анкета такая серьезная, в отдел кадров писалась. А на Рижске вы в Останкино работали, да? Я, ну, там в разных местах за временем, на Шабловке и в Останкино, в разных местах. В это время я уже работал в журнале, в телевидении, радиовещании, в печатном органе, откуда вот навыки. Вот, а и... да. Теперь смотрите, получается, что у вас, там, к 88-му году вы уже корреспондент журнала «Московская патриархия». Редактор. Редактор. Вы закончили свою телевизионную карьеру. Закончил абсолютно с советской работой. То есть, с тех пор, там трудовых книжек не было, между прочим, у церковных работников и пенсий. То есть, в конце 86-го года я осознанно распрощался с советской властью. Больше ни профсоюза, ни комсомола партии, ни пенсии, ничего в моей жизни не должно было быть. Но, соответственно, и собраний. Это же как прыжок в пропасть. Субботников. Да, да. Кто же знал, что будет по-другому. Но, конечно, мне все завидовали, мои товарищи. Серьезно? Ну, а как же? Это же ты уже и не сторож, ведь простите меня. Вот. А корреспонденту как функция. Через два года как раз тысячелетия грилу. Данилов монастырь созидали. Вообще, свобода уже появлялась. Люди приезжали. Вот тут самый истаблишмент-то работали на строительстве Данилова монастыря. Вытаскивали разные кровати, мусор. Я помню как раз из того здания, где сейчас есть отдел Минишинцерковных связей. Вот. Там был детский какой-то приемник. Ну, везде там был. Я имею в виду кровать. И, наверное, не приемник, а спальный корпус. Сгнивший уже совершенно. И вот там трудилась вся верующая, начально верующая, инакомысляющая, творческая. Уж там просто, ну, эти люди стали портретами. Таскали мусор. Вот, ну, добровольно, во славу Божию, это называлось. Но уже это было можно. Это было можно, но в то же время все было еще отчасти по-советски. Потому что, когда мы поехали в Суздаль на праздник, в нескольких городах праздник, ну, древний город, то, конечно, надзор за тем, что происходило, тем более иностранные гости. Конечно, было, да, можно. Там будет молиться, там банкет, ну, все было, конечно, под присмотром соответствующих людей из комитета по делам религии. Вот тут свобода в церковной жизни, она запаздывала. А о чем писал журнал Московской Петроархии в то время? Ну, знаете, он был интересный, вот, при всем при этом, вот. Потому что, во-первых, никто ничего не писал, помимо одного журнала, который из Парижа привозили. Ну, одного, и так, фигурально, ну, десяти буквально, действительно, зачитанных. Вот. Ну, была там рубрика «Церковная жизнь». Я вот работал в отделе церковной жизни о том, что происходило, кстати, вот, на том, что «Щелетие». Мне поручили написать передовую в журнал «Щелетие Крещения Руси». Какая была почетнейшая, да. Действительно, да. Вот, красный номер такой вышел в этом году. Но дело-то не во мне сейчас. О событиях церковной жизни, например. Потом на тему актуального богословия, касающегося богослужения. Ну, например, почитать о том, как нужно петь. Ну, вот, скажем, «Портесны» или «Знамены» все время шли такие достаточно давно. Кстати, со сталинских времен почему-то споры. Был и куменический раздел. Вот. Ну, такой умеренный достаточно, так скажем. Церковно-исторический к датам. А где было человеку? Вот вы обращаетесь, да. Вот вы представляете, что хочется что-то прочесть. То, на что сейчас наш радиослушатель, увы, но обращает малое внимание. Может быть, дети, там, наоборот, пожилые люди. Ну, житие какого-нибудь цветов, житийный очерк. Ну, это не совсем житие, да, мы понимаем. Но это же нигде не было. Вообще нигде. А в диссидентских изданиях было тоже не до этого. Там все-таки это было наполнено и проповедью, но и какой-то, конечно, политикой. Политикой. Да. А где же вы возьмете, ну, элементарное житие? Ну, Бориса и Глеба, понимаете? Вот так даже я просто вспоминаю. Ну, князю Владимиру, вот мы, про крещение Руси. Это сейчас, ну, вот мы будем предлагать всем житие князю Владимиру в год его тысячелетия. Ну, без особого энтузиазма люди будут читать. Потому что, в общем-то, в целом информация такая же, если вы живете в церковном мире, вот, что вы кусочками же там и здесь, ну, взрослый человек познает. Ну, в принципе, сейчас все-таки на уроках истории проходит этот этап исторический. Дети... Тогда тоже что-то проходили, но уж не про крещение, понимаете? То есть, эта тема со времен Хрущевской, она всегда была под спудом. Разные легенды ходят про там 30-е, 40-е годы какие-то, про какое-то церковное возрождение. Это все смешно совершенно. Но ведь в 80-е годы звонили из КГБ в храмы, при мне, человеку, при мне, под Москвой, храмов было значительно меньше, незнакомый голос, который не представлялся. И что спрашивали? А он не спрашивал, он сказал, ну что, еще раз скажешь проповедь? Тебе говорили? Примерно так. Ну, будут последствия. И какими могли быть последствия? Ну, в данном случае перемещение, скажем, в тему таракань. Это один из методов 80-х годов. То есть, конечно, никто никого не сажал, ну, помимо Глеба и Кунина, но и покойного, вот. Тартуж потом пойдет другим путем, но дело не в этом. То есть, это были активисты правозащитных организаций все-таки. А людей церковных, если они проповедовали, это уже надоедало начальству. Под начальством я имею в виду разные начальства. И партийное, и КГБшное, и вот Совет по делам религии переводили. И в Москве был такой метод, между прочим. Это уже в новое время, такое не страшное. А так, чтобы неудобно было. Вот доехать, предположим, невозможно. К примеру. А вот как бы в Москве, а вот, ну, ничего. И от электрички далеко. И от кольцевой дороги, и от троллейбуса, и от метро. Вот вечером, зимой, женщине. Как пойти? Значит, только вот такие активисты к батюшке. А так и страшно даже. А в центре, пожалуйста, если ты молчишь, то можешь. Но это уже было под Москвой. Но под Москвой-то тоже, простите меня, не под Стерлитамаком же, так образно говоря. Поэтому человек проповедь просто сказал. Предупреждали. Причем не... Нет, можно было, конечно, какие-то проповеди говорить. Но смотря сколько, как и о чем. Конечно. Так ничего не касаюсь и немного. Видно, он перебирал. Назывался он отец Александр, этот священник. Фамилия сейчас не важна. Так вот при мне этот звонок раздался, что самое любопытное. Он говорит, тут опять звонит. Причем ясно, кто, но адреса нет. Никто не говорит, здрасте, я майор там Анисимов. Нет. Это просто голос. Знакомый грубый голос. Ну, что ты, Мяточки, доиграешься, батюшка? Это среди 80-х годов. Скоро будет крещение. Вот о чем речь идет. То есть перестройка в миру шла, конечно, быстрее. Поэтому, когда мы говорим про средства массовой информации, это и слово такого. Только вот я учился на фуке журналистики. Только вот так и было. А так никто и не говорил. Так и говорил. Ну, печать. Партийная печать, церковной печати не было. Вот она появилась впервые в 89-м году. На Пасху вышел первый номер газеты «Церковный вестник». И вот Бог судил так, что мне посчастливилось быть с несколькими моими сотоварищами, в том числе и с отцом Александром Макаровым, здравствующим партереем, который трудится, служит под Москвой. Трудится и у нас в журнале «Православная беседа» с заместителем главного редактора. Ну, в основном, конечно, в отделе внешнецерковной связи заведуют редакционно-издательской деятельностью. Вот нам посчастливилось делать газету «Церковный вестник» еще с группой сотрудников. Вот мы были ее ответственными редакторами, так называлось. Но весь издательский отдел возглавлял архиепископ, потом митрополит Петерим. Ну, он был главным редактором. Ну, практически, конечно, сами понимаете, министр главным редактором не бывает. Вот. И это было, конечно, необыкновенно совершенно, то, что вышла эта газета. Тогда это было просто взрыв. Друзья, напомню, что в гостях у «Радио Вера» сегодня Валентин Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа». Здесь также Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. И буквально через несколько мгновений мы к вам вернемся. Радио «Радио Вера» представляет «Светлый вечер» на «Радио Вера». Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Это программа «Светлый вечер». Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. У нас в гостях Валентин Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа», фактически старейшего СМИ православного, который есть сейчас в «Радио Вера». Как регулярного журнала, да, конечно. Как вы пришли к мысли, что надо делать свой журнал в 91-м году? Ну, во-первых, это была мечта раньше, когда были эти несколько каких-то заграничных, французских, подпольных. Да и в советских не так много журналов было. Но у вас было видение, каким он должен быть тогда? Да, было. Не нынешнее многообразие. Но видение, оно сложилось в процессе работы уже все-таки в издательском отделе. То есть, когда приобщились к профессиональной церковно-издательской работе, там издавался все-таки там и календарь, и книги, священное писание, журнал Московской патриархии. Потом появилась газета «Церковный вестник». И вот тут уже стало складываться видение. Коль через год подумали мы сотрудники, коль есть, ну, так скажем, церковная правда, ну, правдой тогда был, наверное, все-таки журнал Московской патриархии. Церковное известие, я имею в виду газету. Аналог, да, такой? Аналог, но я так очень условно. Аналог газеты «Известия». Да, да, ну, условно очень, условно. Конечно, все это не так уже. Тогда так казалось. То нужно пора и огонек, и там, крестьянку издавать. Не все, наверное, знают, да, наш радиослушатель, что такое крестьянка там молодые. Но это такой вот журнал. До сих пор, кажется, издается. Издается, да, ну, он не такой официальный, как огонек, вот, да, ну, более свободный, скажем, для более свободных публикаций. Ну, должен был быть свободный, духовно-просветительский, церковный, ну, тогда его как-то, ну, ясно, что церковный, но церковный вроде был журнал Московской патриархии. Вот, журнал, издание. А кто писал? И мы зарегистрировали, это как было, все ездили, конечно, нарегистрировались. С дружью, с дружью, что это? Мы были одни из первых, кто вообще что-то зарегистрировался. Я так, я не думал, что это вообще возможно. Мы поехали в комитет по печати с отцом Александром, он тогда был не отцом, он специально взял диплом семинарский. Здесь спрашивают, а почему вот у вас какая-то там православная беседа? А мы диплом покажем. А если вот это, то ответим то. Я помню, у нас был целый вот... Заготовленный из перечень. Конечно, да, да. Перечень ответов, вопросов. Потому что мы не верили, что это возможно. Это был 90-й год. Ну, светлая осень. Вот у нас светлое... Сейчас лето, светлая осень. Мы поехали туда. И там сидели какие-то тоже такие немножко испуганные люди. Которые тоже не понимали, что происходит. Что, у вас что? Скажите, дайте ручку. Мы тоже, может, газету собираемся издавать. Это было необыкновенно. Как говорил тогда один мудрый мой наставник телевизионный. Знаешь, говорит, Валя, в чем разница между нашей жизнью, ну, заграничной, капиталистической, ну, американской, я говорю. Ну, принципиально. А, говорит, а вот я тебе скажу. Там американцу сколько ни говори, что тут тоталитаризм, тоталитаризм, жуткая советская власть, цензура, он все равно не поверит, что вот взять и нельзя издать журнал. А нашему человеку сколько ни говори, что там свобода, 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 ну, чтобы взять и издать свое периодическое издание. Ну, не поверит. Все-таки, наверное, это не так. И вот оказалось осенью 90-го года, что это так? Уже. Уже. Ну, были какие-то технические там припоны. Нужно было издательство, оказывается, создавать. И мы создали первое издательство тоже. Первое православное свободное издательство. Оно называлось сначала «Православная беседа», аналогично, не журнал. Значит, нам предложили печатать тут же органы власти. Все-таки еще была советская власть. Ну, через существующее издательство, через правду. Вы представляете, как это? Вот. Мы создали свое по письму. И об этом уже никто не помнит совершенно. Потом оно стало называться «Христианская литература», существует до сих пор. Оно издает журнал «Православные беседы». И многие издали свои книги первые в 91-92 году, пользуясь нашим этим правом. Потом это дали возможность печатать уже всем. Но это поросло бельем. Это же не так интересно для нашего слушателя. Гораздо интереснее, как мы вот если регистрировались, наверное, да, с дружью. И это совершилось. Подождите, а какая была реакция людей, которые сидели на том конце стола и принимали ваши заявления? Ну, они чуть больше удивились, чем когда регистрировались какие-то светские издания. Потому что, ну, как-то вроде какой-то семинарский... Ну, ничего при этом, да? То есть они не... Нет, нет, сидели какие-то две девушки вполне такие перестроечные. Адекватные, да. И они нас зарегистрировали. Вот я говорю, с изданием труднее. Потому что средства массовой информации, выданные нам в 90-м году, даже не в 91-м, уже 25 лет исполнилось. Вот. Это одно. Я говорю еще раз, надо было иметь право это буквально напечатать в типографии, а не вот в редакции работать. Ну, это уже сейчас... Подождите, а каким тиражом вы стали выходить? 100 тысяч. Уже сразу 100 тысяч? Да, да. Слушайте, ну, это же... Слушайте, ну, это же... Сто тысяч первый тираж был. Это... Мы были, по-моему, наверное, в 99-м уже. В 89-м. Ну, в 89-м, конечно, я оговорился. Ну, кооперативы же были, малые предприятия были. Кооперативы были точно, да. И появлялись и банки, я так думаю. Были, были они уже. Был один банкир у нас, которому мы благодарны. Он дал денег нам на первый номер, но он думал, что мы вернем, напечатав 100 тысяч. Потому что, в общем, казалось, что они все разойдутся, по какой-то цене пусть небольшой. Ну, и журнал-то был не такой уж блестящий. Сейчас он гораздо более такой современный. Вот. Ну, не... Поскромнее, да, он тогда был? Ну, тогда все вообще было поскромнее. Между прочим, если посмотреть то, что издавалось тогда, все было скромнее, конечно. Но все равно блосочка была милованная, конечно. Журнал был настоящий. Вот такой, как Крестьянка, как Огонек. Ну, нет, ну, не такой, как Огонек. Пошершавее, конечно. Деньги вы смогли вернуть? Нет, деньги мы никогда никому не вернули. Потому что 100 тысяч оказалось очень большим тиражом. Распространение там и много. Потому что охота тогда, голод вообще на любую церковную, духовно-працистическую литературу в это время. А издания как раз тогда, в 90-м году, и начались. Некоторых книг. Я помню, Закон Божий издал группу людей. Вот этот самый «Все один и тот же так и издается 25 лет» Серафима Слободского, американского батюшки, зарубежной церкви. Ну, так тоже каким-то стутысячным, если не миллионным тиражом. И все с треском разлетелось. Ну, ничего не было. Понимаете? Другое дело, что все-таки 100 тысяч – это такой большой советский, даже не иностранный тираж. Это трудно складировать было. Хотя мы в церковном учреждении работали. Доходы мы особенно не получили. Но и не совсем разорились. Одно время держались за счет, конечно же, производства. Но потом поняли, что, конечно же, это дело должно быть только с помощью доброходов каких-то. Потому что издавать массовое издание в виде журнала и получать доход, духовно-працетически трудно. Это специальный, конечно, разговор, но он касается всех нас. Но это теперь наша история, недавняя, в общем, история. А, и сейчас ведь картина та же. Поэтому это касается всех нас в каком смысле? Мы должны участвовать в деле проповеди. Мало участвуют у нас люди богатые, православные. Они заняты другим. Ну, у каждого из них есть какое-то свое особое послушание. Кто-то поддерживает, например, православный университет, кто-то поддерживает целые епархии, восстанавливает храмы. Поддерживает, но у меня, могу сказать, есть такое наблюдение, не только у меня, грешного, что они всегда, ну, их появляется все больше и больше становится по мере развития церковной жизни, не очень любили поддерживать средства массовой информации. Ну, скажем так, те из них, кто понимает, для чего это нужно, что важно не только восстановить храм, но и сделать так, чтобы люди туда приходили, причем приходили сознательно. Вот не все понимают. А некоторые, думаю, побаиваются. Ну, давайте, да, пусть им будет больше, скажем так. Давайте про журнал. Ну, это очень важная тема. Это мы же сейчас ведь на самом деле призываем людей участвовать в деле проповеди через печатное, или электронное, или современное слово. Это же важно. Ведь купола-то уже позолочен этот период прошел. Стройка будет всегда, конечно. Реставрация будет всегда, конечно. Да они, в общем-то, не обязательно золотыми должны быть, куполата. Да, но, как сказал кто-то, вы знаете, да, может оказаться, если мы не будем громко проповедовать, вот делать то, что мы сейчас с вами делаем на радиовере, между прочим, вот, то может настать такой момент, что через 20, через 30, ну, через 50, скажем, никто не знает, что в этих церквях, это недавно построенных, будут молиться неправославные люди. Ну, давайте мы, да, не будем предаваться таким печальным прогнозам, тем более, что... Это можно сказать реальнее. Это не мои тоже расчеты и наблюдения. Мы сейчас говорим о том, что надо идти и проповедовать. Заскажите, пожалуйста, о чем, кто писал в первый номер журналист? Да, кто были авторы? Где вы находили? Это жуткая история. Дело все в том, что... Почему? А потому что найти было нельзя. Начнем с того, когда... Боялись, да, или что? Нет. Ну, уже тогда, наверное, не боялись. Уже не боялись, не боялись. Ведь когда был церковный вестник, это те же люди были. Что компетентности не хватало? Да, конечно, церковности. Дело все в том, что... Компетентности какой? Писательской журналисткой. Вот когда вышел церковный вестник в 89-м году, это за два года до православной беседы, массу людей, членов разных союзов, причем непосредственных, там, журналистов, писателей, сотрудников различных центральных, как тогда говорили, да и сейчас газеты, журналов, ринулись в авторы. Ну, в хорошем смысле, ринулись, пришли. Ну, написать они ничего не могли. Они писали только об одном, о том, о чем писали у себя. Им казалось, что это церковная жизнь, церковная история. То есть, ну, ну, культурные темы. Там пропушкинский заповедник бесконечно. Да, да, да. Ну, вот много было таких там. Ну, это журналисты Гоголя. Ну, нынешние реставрации, которые тогда были, причем они всегда были и церковные даже, никто еще тогда вот так, такого храмоздательства-то не было. Ну, огромное количество народу пришло в церковь из Ваопика же. Правильно, совершенно. Да, да. Они писали в СВМ. И сделать правильно, ну, по соответствующим разделам, по полосам, когда газета была, так, чтобы ты рассказывал и о церковной жизни, опять-таки об актуальном богословии, том о сем вообще, было очень трудно. В общем-то, мы сидели и писали под разными именами. Тоже часто очень, тоже часто очень. Поэтому это же проблема. Ну, уже все-таки за два года научились. Вот то, что было в подполье, оказалось совершенно недействительным, когда началась эра такой регулярной массовой печати. И, надо сказать, с авторами сейчас не так весело, вот, с профессиональными, которые совмещали в себе и знание богословия, и умение правильно и профессионально писать владение словом, понимаете, на достаточном уровне, не на интернет-заметке. Вот я что хочу сказать. А если, к примеру, вот, скажем там, публицисты уровня священника Александра Шмемана или Иоанна Мейндорфа... Перепечатывали, конечно. Перепечатывали бы, да? Ну, конечно. Конечно, перепечатывали. Но совсем держаться... Знаете, такие потом появятся издания, где вот сплошные перепечатки. Тоже было нельзя, но неудобно. Поэтому старались достать где-то. Ну, наладили контакт с зарубежной церковью. Через живого тогда, по-моему, жившего тогда, отца Дудко. А Михаилов сын просто у нас работал. Теперь он давно уже протеерей. И делает газету «Православную Москву». Она произросла из церковного вестника в 93-м году. Ну, дело не в этом. И они нам дали свои материалы. Понимаете, тогда ведь в начале 90-х годов никакой борьбы за авторство... Значит, моё авторство. Это всё появится во второй половине 90-х годов. Только в церковной жизни печати. Вообще не было. Мои права, моё авторство, мой гонорар. Нет, об этом речь не шла. Печатайте во славу Божию. И вот, так сказать, отец Митрофан Зновск-Боровский, потом он станет владыкой, и он одно время будет, кстати, ведать, по-моему, да, изданием в зарубежной церкви. Он нам дал не через себя, а через священное началье, но право печатать всё, что печатала зарубежная церковь. Тоже оказалось, я вам скажу. Ну, или повторы републикации... Это что ещё дореволюционное. Да, или вещи, касающиеся, ну, скажем, совсем не нашей жизни. Ну, спасибо им за то, что они это сохранили. Весник из Нью-Йорка там, ну, как живут там. То есть приходилось как-то это обрабатывать, осомременивать, или вот вроде нам пишут... Международная панорама. Международная панорама такая, хотя это не сильный был раздел. То есть разными способами. Ведь вот как рассказывал один очень известный писатель и драматург, который пытался писать. Это человек известный тогда был. Причём мастер опера. Я, говорит, вот начинаю писать вам или книгу на церковную тему, а у меня рука не пишет. Я пишу, как курица лапа. И действительно это так. Приходили люди там из литературной газеты, а писали, как дети. Я сначала не верил. В чём дело? А вот не могли, как только начинался церковный текст... Может быть, они не чувствовали себя уверенно на этой почве. Да, да, да. Вот какая была ситуация тогда. Напомню, что в гостях у нас Валентин Лебедев, главный редактор журнала «Православные беседы», глава Союза православных граждан. Валентин Владимирович, что касается... Вот вы упомянули зарубежную церковь, да, русская православная церковь за границей. Мы же только в 2007 году воссоединились, да? Да. Тогда это были, ну, местами очень сложные натянутые отношения. Конечно. А как у вас они выстраивались на вот этом поле, да, на поле СМИ? На поле СМИ это сильно сказано. Да? Ну, конечно. Какие СМИ-то? Это так вот на... Ну, православные беседы, это, извините, периодическое издание. Уже всё было. Да, да, да. И вы при этом с ними... На личном уровне они складывались ещё и раньше. Ну, приезжали же люди сюда с какой-то миссией при советской власти, уезжали. Миряне иногда, священнослужители. Был съезд соотечественников, например, там, в конце 90-х годов, известный очень. Но где-то вот уже был церковный вестник в 90-м году примерно. Вместе с ним прибыл духовенство, вот, по-моему, отец Новскоборовский. Валентин Владимирович, ну, вместе с тем, если говорить о сегодняшних днях, да, и о том, что вам, вот, уже в январе исполнится 25 лет вашему изданию, всё-таки путь-то колоссальный. Журнал, да, а вместе с церковным вестником уже и 27. Уже даже так. Конечно. Уже даже так. А вы могли бы рассказать, как вы свою работу сегодня выстраиваете? Вот какие для вас приоритеты, да, на что вы стараетесь делать акцент? Какие вообще сейчас, ну, поскольку сейчас-то, в принципе, нет нехватки в церковных изданиях, да? Ну, а в чём их есть. Есть, вы считаете? Ну, конечно, я этим делом, как бы, скромненько занимаюсь вот с 86-го года, а надо сказать, что с 91-го года в отделе религиозного образования был создан такой центр, ассоциация православных издателей, представитель отдела была председателем и ответственным секретарём. Была создана целая группа людей, создана, которым раздавали планы их будущей издательской деятельности. Некоторые из них сейчас известные издатели. Учёт ввелся средством. Планировалась какая-то цензура, не цензура, но вот как сейчас выдаётся информационным отделом такой разрешительный лейбл, да? Что церковь разрешает. Информационным издательским советом. Да, издательский совет Московского патриархата. Нет, 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 давайте не путать. Есть, во-первых, нет издательского отдела больше. Совет, совет. Или совет издаёт, нет. Совет даёт разрешение обязательно книгам, правильно, последние пять лет с новым патриаршеством, когда совет был основан. До этого не было ничего. А средства массовой информации, в том числе нашему журналу, СИМФО, Синодальный информационный отдел. То есть эта работа теперь налажена. Тогда она тоже налаживалась и не была до конца налажена. И я, как раз, ей занимался. Поэтому я на тот момент, и лет пять, знал абсолютно обо всех. Я могу сейчас вот перечислить, когда появлялись, кстати, некоторые несуществующие газеты, там, скажем, журналы появятся не скоро очень. Какие у вас сейчас приоритеты, имея в виду, что, собственно говоря, вы не одни уже, слава богу, в этом сегменте существуете, но вместе с тем, вот чем вы принципиально отличаетесь, какие для вас важны, какие для вас задачи и цели? Ну, мы отличаемся тем, я бы сказал, хотя вот, наверное, уже есть пара-тройка журналов всего лишь, я вам скажу, вы говорите, достаточно, недостаточно, потому что должны быть и детские, и юношеские, и взрослые, и богословские, а ведь и не все даже исполнилось. Нету богословского вестника, пытаюсь издавать. Но есть сайт богослов.ру. Он не вышел, причем сайт. Сайт богослов.ру – это сайт, а журнала нету. Это несколько другой специальный, может быть, разговор, не всем нашим слушателям интересный, хотя интересный. Да, вот один вопрос только в связи с этим. Вы не думаете, что журнальный формат в том виде, в котором он существует сейчас, он умрет через несколько лет? Отвечу на этот вопрос. Недавно был на конференции. Надо, кстати сказать, очень интересный по этому поводу. Но это опять тема для каких-то многих разговоров передач. Ну, два слова. Я скажу потом, да. А нас сейчас, вот Алла правильно спросила, что. Дело все в том, что поскольку мы долгое время были одни, и мы были всем, это было неправильно. Ну, то есть немножко богословия, немножко церковной жизни, немножко там истории, немножко детского. Не было же другого, вот, несколько лет, по крайней мере. Да и достаточное все-таки количество лет. То мы тосковали от этой вот навязанной универсальности. Это было неправильно. Ну, не может быть толстый и модный, и литературный журнал в одном лице, так скажем. Но все-таки мы от этого как бы избавились со временем. Но мы стояли всегда на том, что мы, ну, самое патриархальное и самое точное здание. То есть мы за 25 лет, как мы считаем, ну, и не было ни одного замечания, не позволили себе как-то, понимаете, уйти в сторону от царского пути и... А что вы имеете в виду под царским путем здесь? Я имею в виду неразбавленное, ничем не замутненное учение православной церкви. То есть никаких, проще говоря, богословско-церковных ошибок с 91-го года наше издание, поскольку оно вышло из профессиональной среды тогда, не допускало. И вольности тоже. То есть если вы приобретаете журнал «Православная беседа», вы можете быть уверены, что что-что, тут повеселее, там поскушнее. Ну, разные периоды были в нашей истории, что скрывать. Сейчас вот говорят, что мы опять вышли на первое место, как бы, да, и даже и по интересности такой современной. Но в любые времена вы не могли получить, в смысле читатель, ложной информации о церковной жизни, церковной истории, ну, о чем угодно, богословии, там, церковной литературе. Вот это главное. Вот мы на этом и стоим. Я не хочу обидеть наших коллег. Существует несколько изданий центральных, которые тоже достаточно, достаточно точны. Вот, но не все, да, взрослых они. Некоторые выполняют функцию журнала «Миссионеров» всем начального. Мы-то от этого уже ушли. Может, невозможно рассказывать нашему читателю, нашему подписчику. Еще раз о том, что такое монастырь. А каким вы видите своего читателя? Кто он? Мы знаем. Ну, это, вот скажем, это преподаватель церковного, учебного, среднего там заведения. Но человек уже воцерковленный обязательно. Да, у нас уже, да. Потому что все-таки это один и тот же круг людей, который разрастается. Ну, это вот письмо типичного человека. Я преподаю закон Божий в Курске, пишет женщина. Ну, то есть она уже рассказывать ей совсем азы уже не надо. Но и уходить в тему там... Серьезного какого-то странственного богословия, это тоже не ее, да. Уходили мы, когда были одни. Потом вроде бы появилась надежда, что будут богословские, издаваемые Академией журналы. Ушли. Вот сейчас есть сайт «Богослов.ру», предположим. Но вот отвечаю на вопрос Алексея по поводу журналов, газет и интернета. Нет, журналы останутся пока. Почему? А вот так считают специалисты. Я скажу, почему. Газеты уйдут в интернет лет через 20 в Америке раньше. Ну, это вот на нескольких форумах я был, там так считают. Журналы останутся. Почему? Потому что одна часть людей, ну, увы, менее состоятельных, будет пользоваться только интернетом. Вот они вырастут вместе с этим, ну, уже не ноутбуком, а как он называется, с планшетом, который будет журналом. Вот они будут потреблять вот так вот прежнюю газету. А люди посостоятельнее. Я как раз против этого разделения людей. Но оно происходит и у нас тоже. Не все ходят в оперу, вот так скажем. При советской власти больше ходит. Гораздо. А теперь нет. Это уже как в Америке. Только отдельные люди бывают в опере. Так и у нас. Вот журналы будут читать. Те, кто ходят в оперу. Умнение специалистов, футурологов. Да, люди более состоятельные. То есть то, что можно держать в руках. Поэтому он не должен быть совсем аскетичен. Никакие цены на эту продукцию, я так понимаю, и никакой вид этой печати не будет снижаться и умоляться. То есть это должно быть чтение в кресле для солидного человека, такого господина, так скажем. Интересный прогноз. Нашим языком. Чего-то умного. Ну, потому что, во-первых, невозможно ловить настоящую информацию через экран. В свое время было учебное телевидение. Вот я работал как раз. На Шабловке начинал. В учебной редакции. Это колоссальная редакция, которая делала... Третий канал был такой. Сначала было два советских, потом третий, потом четвертый станет. На этом все и кончится, по-моему, советская власть на четырех. Вот. Это было очень много. Английский язык, французский, то, сё. Потом вдруг оказалось, что всё это полезно и хорошо, а человек, глядя на экран, с которого вещают умные, хорошо подготовленные педагоги, прошу обратить внимание, воспринимает информацию не так, как из книги, из учебника. Он её наполовину не воспринимает. Теперь я недавно подошёл с вопросом на одной из журналистских конференций к человеку, который занят как раз психологу, настоящему, невыдуманному, этими вопросами. Я говорю, скажите, а что-то в этом смысле изменилось? Я говорю, когда мы смотрим на компьютер, ведь это тоже экран, ведь поэтому закрыли целый третий канал, целую учебную редакцию, бесполезная оказалась. А это ведь решалось-то не в одну секунду в те годы, вот там, в второй половине восьмидесятых. Он говорит, да, конечно, экран-то остался тем же. Я говорю, так что же мы хуже усваиваем информацию? Ну, посмотрите, какие результаты, люди-то менее образованные. Скажите, а в регионах как распространяется православная беседа? В регионах распространяется исключительно по подписке. Более всего, конечно. Конечно, через каталог распечать. Роспечать. А индекс, может, назовете, да? Индекс, да, назовусь. Чтобы наши слушатели могли... 7-3-319. 7-3-319, православная беседа. В каталоге распечати в общем, главном, там лежат и другие. Теперь же время коммерческое. Вот тот самый бывший союз печать, теперь распечать давно уже. Вот там 7-3-319. Поэтому, конечно, здесь-то мы разводим по храмам, по разным книжным магазинам. Может, наши слушатели в регионах, да, если заинтересуются. Получают, да, нет. Получают и там. Монастыри отдельные, учебные заведения тоже. Но такой массовости по ходу растекания, конечно, от Москвы уже, естественно, не будет. Поэтому надо подписываться. Вот сейчас, кстати, подписка подписывается и каждый месяц, но и полугодиями, а не как раньше, на год. Вот в мае называется на второе полугодие, а в сентябре на первое полугодие. Вот сейчас, в мае, в начале июня, ну, в начале июня заканчивается подписка на второе полугодие. Спасибо большое. Напомню нашим слушателям, что эту программу вместе с нами, здесь этот «Светлый вечер» провел Валентин Лебедев, глава Союза православных граждан, главный редактор журнала «Православная беседа». Я Алексей Пичугин, со мной вместе Алла Митрофанова. Было вас. Спасибо за разговор. До свидания. Спасибо и всего доброго. Спасибо вам. Светлый вечер На радио «Вера» 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 На радио «Вера»